Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Повествование книги «Бытия», которое читается по будним дням сейчас, дошло до убийства Каином Авеля, и далее перечисляется кратко родословное дальше. Дальше вместо убитого Авеля Бог поставил еще одного сына Адаму – Сифа или Шета по-еврейски. И дальше здесь такие слова в сегодняшнем отрывке заключены. «Познал Каин жену свою, родила она ему Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох» или Ханох. Ну, понятно, что Каин и цивилизация от него происходящая – это цивилизация градостроителей, причем города строились тогда каким образом? Это, своего рода, были укрепленные крепости, потому что уже тогда нужно было защищаться, очевидно, не только от диких зверей, но и от озверевших людей. Вот, Библия об этом, так сказать, подробно не говорит. Это не живописание истории, это икона, так сказать, духовная ее истории. Она выделяет в этой истории самые такие, может быть, важные вехи. Вот, начиная от Каина, понятное дело, что после первого брата убийства дальше люди стали, вот, лавинообразно убивать в том числе друг друга. И перечисляется, например, родословная такая, что у Еноха родился Ирад, Ирад родил Михеяэля, Михеяэль родил Мафусал или Метушаэля. Между прочим, каждое имя – это своего рода эпоха. Может быть, Михеяэль даже дословно переводится – тот, в ком изгладился или стерт Бог, или образ Божий. А Мафусал или Метушаэль – значит, тот, кто желает себе смерти. Такой есть вариант в переводе. В общем, это все очень знакомо, вот эти такие архетипы, прообразы библейские, которые распространяются и дают о себе знать в любой, наверное, момент истории человеческой. Начиная вот с первых поколений Каина, в том числе. Или Сифа, которую родила Ева вместо убитого Авеля, как здесь тоже говорится. Ну и, значит, в седьмом поколении говорится о Ламехе. Взял себе Ламех две жены. И до того, как бы предразумевалось, что мужчину и женщину Бог сотворил, и будет двое одной плотью. Тут, значит, нарушение, как бы, этой заповеди о единобрачии. Вот Ламех себе взял две жены. Так обычно эти разные толкователи, в том числе древние и святых отцов, это комментируют. А дальше такое интересное место, по-своему загадочное, которое не однозначно толкуется и трактуется. И сказал Ламех женам своим, Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Лавеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. И если за Каина отмститься всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро. Эти строки в оригинале даже выражены ритмическим таким стилем и рифмой, в том числе. Одно из таких древних поэтических строк, можно сказать. Ламех подчеркивает значимость своей речи. Но что он в данном случае подразумевает? Какова его интонация? Самый интересный вопрос. В строках, в печатных, она не выражена. И поэтому мнения разделились на этот счет. Одни полагают, что Ламех с раскаянием, с сожалением об этом говорит. Другие считали, более поздний толкователь, что Ламех, так сказать, бахвалится своей силой, своей безнаказанностью, и что ему за это как бы ничего не будет. Какова точка зрения вернее? Мне кажется, что все-таки более древняя, святоотеческая позиция более правильна. И вот, кстати говоря, в каноне Андрея Критского, если кто помнит, если кто внимательно слушал, как раз есть такая фраза в одной из песен. «Мужа я убил, — Ламех говорит, — в язву мне, и юношу в рану, так он, рыдая, восклицал, а ты не трепечешь, душа моя, запятнав плоть и ум осквернив». То есть Андрей Критский, знавший прекрасно Писание Ветхозаветное, и не только, наверное, Ветхозаветное Писание, уроженец тех самых мест, Палестины, он из Дамаска родом, потом в Свято-Гровском братстве был, несколько лет в юности своей. Он прекрасно ориентировался не только в Писании, но, очевидно, и в предании устном. Он считает, что Ламех плакал, действительно, он раскаивался в этом самом. И не только Андрей Критский придерживается такой точки зрения. Иоанн Златоуст говорит об этом же самом, что Ламех как бы рыдал в раскаянии, или он говорил это с сожалением, с ужасом от того, что он сделал. А что же было в этом смысле? Если обратиться к устному еврейскому уже преданию, например, Медрашу на это место, то как раз, или вот толкованию известного средневекового Рава Шлома Ицхаки, его еще называют сокращенно Раши, где-то 10-11 век, но он прекрасно знал еврейское предание устную Тору. И вот я процитирую, что он здесь имеет, что он как это объясняет. Жены устранялись от совокупления с ним, потому что он убил Каина и Тувал Каина, своего сына. Потому что Ламех был слеп, Тувал Каин его водил. И увидел он Каина, и показалось ему, что это зверь. И велел он отцу натянуть тетиву, и тот убил Каина. Узнав, что это был Каин, его правотец, Ламех в отчаянии ударил рукой об руку и убил сына, оказавшегося меж его рук. Жены устранились от него, и он их уговаривал. «Послушайте голоса моего, послушайте меня. Разве муж, которого я убил, погиб от ранения моего? Разве я ранил его злонамеренно, чтобы ранение мне приписывалось? И дитя, которое я убил, разве от моего удара погибло? Это вопрос. Ведь я совершил это неумышленно, не злонамеренно. Это не мое ранение и не мой удар. Их нельзя приписывать мне. Если в седьмом поколении отмстится Каину, Каину, убившему злонамеренно, Каину, убившему злонамеренно, наказание отсрочено до седьмого поколения, я же убил неумышленно. Тем более, наказание мне будет отложено на много седьмых поколений». Вот это мнение известного средневекового толкователя Раши, Равшлома Ицхаки. Ну и это действительно примечательно. Вот люди иной раз могут совершать убийство не потому, что они хотят его совершать, а как бы невольно, не ожидая того. Каин тоже есть такое устное предание. Он до конца своей жизни боялся, что его убьют. И он одевался в звериные шкуры. И вот из-за этого самого, что он оделся в очередной раз в звериную шкуру, его и подстрелил отрок, который был вот этот самый Туалкаин. По ошибке подстрелил. А Аламех в гневе, значит, и его, на него наложил руку. В ужасе, а узнав от того, что он сделал. Вот такое вот есть устное предание. Но в новом русском переводе, да, новый русский перевод придерживается совсем другой точки зрения. Там, значит, довольно вольный перевод, буквально следующий. Если муж меня ранит, убью. Если отрок мне причинит, да, если отрок меня заденет, и его убью. Ну вот, такой вот смысл. Но русский новый перевод придерживается, очевидно, более новой точки зрения, которая считает, что Аламех, как бы сказать, именно уже в безнаказанности, бахвалится, что ли, своей силой и, вот, говорит с некой угрозой, что ли. Вот, на самом деле, мне кажется, что более верна древняя точка зрения, разделяемая святыми отцами в том числе. Ну и Андреем Критским, в каноне которого эта мысль выражена. Ну, а еще надо заметить, что вот эти 70 раз семеро можно и по-другому немножечко истолковать, что Каину отмстится как бы в 77-м поколении. Вот, можно так, например, Дмитрий Щедровицкий это объясняет. И тогда, учитывая то, что от Адама до Иисуса по родословной евангелисту Луки именно 77 поколений, можете проверить, пересчитать, то тогда здесь намек, очевидно, на будущее отдаленное пришествие Христа, которое действительно спасет и простит грехи всех ветхозаветных праведников и грешников. Вот, сойдет в Ад, так сказать, вызволив их. Вот такое интересное место. Неоднозначно, повторяю, толкуемое. Ну, а дальше, значит, говорится как раз, что вместо Авеля убитого поставлен был другой сын, Сиф или Шет, дословно поставленный. Вот, и, да, положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Ну, и у Сифа родился сын, которому нарекли имя Енос или Енош, точнее. А Енош, родоначальник, в общем-то, всего человечества, которое мы знаем, потому что Енош – это тоже человек. Адам – человек, здесь имеется в виду, взятый от земли, от почвы Адама. А Енош – это просто человек. И отсюда Анашим – это люди, которые пошли от Еноша дальше, вот, распространившись уже по лицу всей земли. Вот, что можно выделить из этого отрывка, сегодняшнего календарного. Ну, а, конечно, повторяю, если возвратиться к тексту Андрея Критского, который напоминал тоже об этом ламехе, он говорит, что «ты не трепещешь, душа моя, в отличие от ламеха, который рыдал, запятнав плоть и ум осквернив». Если кто чувствует себя таким образом, вот, действительно важно, с одной стороны, покаяться, но не отчаиваться в своих грехах. Вот здесь наша задача между покаянием, действительно, по образу ветхозаветных праведников, и не только праведников, важно пронести в своем сердце такую среднюю линию. С одной стороны, каяться, но не отчаиваться в своих грехах. С другой стороны, уповать на милость Божию и, конечно, не терять личную ответственность перед Богом. Вот так вот, такой узкий путь предлагает нам все Писание. Между страхом и надеждой. Между верой в милость и любовь Божию. И одновременно, конечно, избегать безответственности и вольности перед Богом и перед ближними нашими. Аминь. Аминь. Аминь.